К ремонту моста Номинаева, вместе с ним к строительству развязки и новой переправы через Свиягу приступили весной. И хотя добираться с центров за Свияжи стало сложнее из-за пробки в час пик, работы на объекте не прекращают. В первой половине октября обещают запустить объездную дорогу вдоль моста в сторону центра. Дорожники сделали земляное полотно, уложили щебень и асфальт. Сейчас занимаются укреплением обочин. После укладки асфальта сейчас идет укрепление обочины. Идет отсыпка песком, потом укрепление будет также щебнем. После будет устройство отбойных ограждений этих участков. Установлено также шесть новых опор освещения. До этого четыре опоры тоже временно устанавливались. Сейчас на десяти опорах смонтированы современные светодиодные светильники. После того, как движение на объездной запустят, правую часть путепровода закроют. Строители начнут сгимать перекрытия, проведут комплексное обследование состояния балок, которые изготовили и установили в середине 90-х. В администрации заверили, ограничивать движение через Свиягу не будут. Тем временем под мостом готовят технологическую площадку для возведения новой четвертой опоры. При устройстве демонтажа Росферга четвертой опоры из-за высоких грунтовых вод и нахождения реки Свияги, для того, чтобы полностью демонтировать, необходимо разработать котлован. И он сейчас, будем считать, заливается водой. Для этого устраивается ограждение котлована шпунтами Ларсена. На сегодняшний день забили две стороны по 35 штук. Осталось сейчас закрыть этот периметр с торцов. Говоря проще, элементы старых конструкций находятся под водой. Котлован поможет их демонтировать. По такой же схеме в дальнейшем демонтируют вторую и третью опору. Ежедневно на площадках работают специалисты Дорожного научно-исследовательского института. Они проверяют смеси и образцы бетона, отправляют в лабораторию пробы материалов. Следят и за так называемыми скрытыми работами. На мосту Шевченко скрытые работы – это непосредственно бурно-бивные сваи, Росверк. Это все мы проверяем, начиная от пространственного арматурного каркаса и последующего. На сегодняшний день все заключения положительные. В целом же масштабные многомиллионные работы по плану должны завершить к концу 2023 года. Анна Тищенко, Улправда ТВ.